Привет, меня зовут Дмитрий Попов, и это серия лекций «Как снимать кино». Сегодня я хочу рассказать об одном из самых главных выразительных средств кино — о монтаже. Эта тема, безусловно, не на один десяток лекций, и мы будем возвращаться к ней неоднократно. А сегодня я затрону только основы. Так что же такое грамотный монтаж? Есть очень простой канон, который вы должны запомнить. Поверьте, он сильно облегчит вам жизнь. Конечно, как и у любого правила, у него есть исключения, но это не уменьшает его важность. Итак, внимание! Средние не стыкуются со средними, а крупные стыкуются с крупными. А общие и средние лучше всего монтировать через крупный или деталь. Вот и все. Теперь расскажу, что же такое эти крупности. Все, что в рост человека и дальше, называют общим планом. Поясной план средним, а лицо крупным. Деталь — это еще более крупный план. Например, кольцо на пальце. Нельзя ставить рядом близкие по крупности планы. Например, если один план поясной, а второй немного крупнее, он уже будет называться крупным, но стыковаться со средним он не будет. Нестыковка кадров воспринимается глазами как скачок. Теперь я расскажу, что такое подхватывающий монтаж. Когда вам нужно снять действия героя в несколько камер, вы, конечно, можете использовать несколько камер. Но в большинстве случаев они будут видеть друг друга, и ничего не получится. Поэтому, как правило, одно и то же действие снимается одной камерой три раза с разных точек. Важно, чтобы актер повторял свои действия идеально точно. Чтобы при монтаже создавалась иллюзия, что все происходит в один и тот же момент. Когда актер хорошо выполнил свою работу, режиссер монтажа должен подхватить переход с одной условной камеры на другую. Нужно найти в обоих дублях примерно одну и ту же фазу движения. И вот здесь очень важно, чтобы следующий кадр второго плана не был идентичен последнему кадру первого, а был следующим после него. Тогда движение продолжится идеально и без скачка. Немного о диалогах. Для съемки диалога между двумя людьми есть правило восьмерки. Вот что оно значит. Представьте, что два человека стоят друг напротив друга и разговаривают. Вы видите, что первый стоит слева, а второй справа. Мысленно проведите линию между их глаз. Представьте, что это невидимая стена, которая рассекает их обоих пополам. Вот эту стену и нельзя пересекать оператору. Иначе зритель запутается, кто из героев находится слева, а кто справа. Это и есть правило восьмерки. Итак, сегодня мы узнали кое-что о монтаже. Стоп, снято.